От Советского Информбюро С боями заняли более 200 других населенных пунктов, в числе которых крупные населенные пункты Радумице, Лисов, Коротница, Бжеге, Мясова, Мотковице, Якубов, Миржвин, Вроцарыш, Михалов, Гуры, Млодзувы, Козубов, Шипов, Пелчиска, Соколина, Старый Корчин, Новый Корчин И железнодорожные станции Сопков и Мясова Таким образом наши войска форсировали реку Нида на фронте в 60 километров Не дав противнику возможности организовать здесь оборону и перерезали железную дорогу Кельце-Краков На территории Чехословакии наши войска, сломив сопротивление противника, овладели городом и железнодорожным узлом Лучениц Городом и узловой железнодорожной станцией Плешевец А также с боями заняли более 40 других населенных пунктов Среди них Горка, Шанковце, Лекешко, Залужаны, Врезово, Угорска, Ровняны, Калиново, Елшевец, Луборечь И железнодорожные станции Горка, Сушаны, Зелена В Будапеште наши войска, сжимая кольцо окружения немецко-венгерской группировки Овладели Восточным вокзалом, станцией пригородных поездов Чемер, городским газовым заводом И заняли более 200 кварталов За 13 января в Будапеште наши войска взяли в плен 2500 солдат и офицеров И захватили следующие трофеи Танков 5 Орудий разных калибров 21 Паровозов 57 Железнодорожных вагонов 2160 Цистерн 30 Южнее и юго-западнее города Кельце Наши войска продолжали успешное наступление Противник, стремясь задержать продвижение советских частей Ввел в дело находившиеся в резерве танковую и моторизованную дивизии В район прорыва немцы спешно на автотранспорте перебрасывают пехоту и схода бросают ее в бой Контратаки следуют одна за другой Ожесточенное сражение произошло севернее города Хмельник В этом районе пехота и 50 танков противника атаковали наши наступающие войска Советские пехотинцы, артиллеристы и танкисты в упорном бою разгромили противника Уничтожив при этом 41 танк и свыше двух батальонов немецкой пехоты Быстро продвигаясь на запад, наши войска перерезали железную дорогу и шоссе Кельце-Краков Упорные бои происходили также за важный узел шоссейных дорог Пинчев Немцы, опираясь на заранее построенные оборонительные сооружения, оказывали здесь сильное огневое сопротивление В результате стремительной атаки советские части опрокинули противника и овладели городом Пинчев В бою на этом участке уничтожено до двух тысяч немецких солдат и офицеров Субтитры создавал DimaTorzok